Дизельные электростанции, бензопилы, расходные материалы для электроинструментов, компасы, посуда, тепловые пушки, предметы личной гигиены, продукты и письма. В зону СВО отправляется очередной гуманитарный конвой. Так в Самаре отметили День весны и труда на площади Славы. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, члены профсоюзов, депутаты, общественники, неравнодушные жители. Сегодня я хочу отдельно поблагодарить и общественную палату Самарской области, и, конечно, областную федерацию профсоюзов, которая внесла вот в этот конвой самый заметный вклад, все первичные организации профсоюзные, все трудовые коллективы. Именно так мы и встречаем Первомай. Показываю свое единство, свою солидарность, а то, что народ и армия едина, в этом тоже нет никаких сомнений. Профсоюзные организации всех уровней оказывают необходимую поддержку военнослужащим и членам их семей, в том числе в приобретении дополнительного оборудования и обмундирования. Для этого специальным решением отраслевых профсоюзов региона был создан фонд солидарности. Все организации присоединились к этому. И представители маленького детского сада, какие-то совершенно небольшие мелочи. Я знаю, что ветераны на свои деньги закупали конфеты для того, чтобы отправить, написать теплые слова. Это и дизель-генераторы мощные, большие, которые смогут обеспечить работу целого штаба. Мне очень приятно, что общественная организация региона, они работают на одной волне. И достаточно было одной искры для того, чтобы 1 мая, казалось бы, это день отдыха для наших профсоюзов. А в итоге все пришли, все скинулись. И сегодня уходит то, что необходимо и в ратном подвиге. И очень приятно, что уходит 15 тысяч куличей к Пасхе светлой. И поэтому, когда общественники работают в едином строю вместе с губернатором, это всегда к вопросу о том, что мы работаем эффективно. Игорь Франк – студент нефтяного факультета Самарского политеха. Учится на первом курсе, но уже активно занимается общественной работой, в том числе сбором гуманитарной помощи. Каждый, кто чем может, скажем так, по копеечке, по носочку. И вместе мы собираем достаточно большие объемы гуманитарной помощи. Отвозим в обком на Куйбышево-90, где оттуда уже переправляется нашим бойцам все самое необходимое. Планируется, что отправленный гуманитарный груз будет доставлен бойцам 3 мая.